Здравствуйте, мои дорогие! Пока ко мне идет очередная порция свечек для наших с вами отливочек, будем смотреть второе, а на следующих своих видео будут уже другие какие-то направления. Ну а почему? Если я думаю, зачем самостоятельно один на один заниматься отливками, если можно использовать такую мощнейшую энергетику, которую сейчас создает каналы YouTube? Я думаю, что это правильно будет. Хорошо. Поэтому я заказала две порции по 200 штук этих свечек и будем работать, мои дорогие. Будет все. Хорошо. Благодарю, кстати, моих донаторов, которые позволяют мне действительно закупать такие вещи и использовать это для работы. Естественно, там энергетика ваша. Так, хорошо. Так, мои дорогие, что мы сегодня смотрим? Смотрим сейчас, диагностируем нашу обстановку, да, посмотрим, что там ждет, никто ли не вредит нам. Будем смотреть, что ждет впереди. Ближайшее будущее рассматриваем, естественно, но это несколько дней. Кто смотрит? Ну, приблизительно, я всегда говорю, это дня три, ну, два-три дня, да. Так, давайте смотреть. Котики в работе. Что мы видим? Ух ты, тут за справедливостью к вам может прийти какой-то человек. Видите как? Он довольно-таки будет правильное действие делать. Есть. Возможно, это мужчина тут часто бывает, но по сути здесь по большей части говорят сейчас о том, что у ваших дверей новое действие, новое действие какого-то человека. Вам знакомого, либо вообще какой-то новый человек на пути к вам. По сути, это то, что вы заслужили, да, то, что заслужила ваша, ваша натура. Так. Хорошо, по карте справедливости, по карте справедливости, он сам такой справедливости и будет требовать. То есть вы на пороге, грубо говоря, некоего события, да, которое буквально спешит в вашу жизнь, активность, которая включает активность. Это может быть сам человек, а может быть и да, да, да. Это начнется с сообщения и далее как бы включает активность. Что-то, возможно, там, ну, по правосудию может быть какая-то работа с документами нужно проделать. Либо он документы какие-то, может, несет, ну, либо что-то связано с, может быть, даже судами. Можем рассмотреть, конечно, какие-то подсказочки. Да, видите, сразу же говорят о сообщении, о начале, о том, что нужно будет защититься. Но, по сути, что тут говорят, что все равно будет, у вас в запасе, в архиве есть знания, либо есть какие-то правильные направления, да, чувствования, как что делать. Так. А кто этот человек? Просто я вижу по шестерочке чаши, так вы знаете этого человека. Кто этот человек? Кто-то спешит к вам. С новыми действиями. Ну, это любовная тематика, мои дорогие. Да, ну, почему-то, видите как, то ли он за правдой спешит. Это человек, который на вас смотрит, как на любимую женщину. Но, я так еще скажу, потому что тут был намек на то, что вы думаете, что вы безразличны ему. Да, здесь какая-то ситуация любовная, может быть, сложно описана по тем картам, которые вы ходили. Потому что, может быть, с вашими отношениями что-то, что-то не так, как бы вам хотелось, да, не то развитие, которое вы хотели бы иметь. Много есть перспектив, да, вот разве к развитию, но много также каких-то иллюзий. Вот так. Ну-ка, человек будет о чем-то говорить, о какой-то правде, либо о каких-то событиях, которые вызваны в ситуации, да, в ваших отношениях. Так, это нам у нас будет. Хорошо, что еще, что еще ожидать? Давайте смотреть в ближайшее время. Так, тут какое-то разочарование, что это нужно ожидать. А тут первая же карта выходит, видите, как какие-то чувства вас будут одолевать, слезы, может, даже какое-то отчаяние. Вы в чем-то будете как-то чувственно захотите страдать, да, вот как-то сердце плачет. Но вы переключаетесь на другой процесс, и моментально включается какая-то магия, которая возрождает вас, да. То есть тут некая работа, да, включается некая работа, любая, наверное, все-таки. Может быть, вы и над отношениями будете работать, да, потому что тут какая-то любовная тематика идет. Вот, может быть, просто смена деятельности поможет вам возродиться. Это превратит вас, ну как, даст вам сил, да, даст вам еще одну какую-то палочку-вручалочку для того, чтобы, либо еще какой-то ресурс для того, чтобы действовать. Кстати, тоже касается сферы отношений. Вот, то есть вы как поймете, что делать. Я маг, я все могу. Это даже вот как исполнение каких-то ваших желаний, но вашими же ручками. Да, вот это вот в эти дни. Здесь может быть разочарование в любой сфере. Вот по пятерке кубков это может быть и работа, да, как нам здесь показано, и любая другая. Но как только вы просто продолжаете двигаться, открывается второе дыхание, да, на физкультуре вам учитель тоже, наверное, говорил. Вот беги, просто, просто беги, доверься. Откроется второе дыхание, ты посмотришь. И вот на этом доверии ты бежишь, и получается, что реально что-то, где-то, откуда-то открывается это второе дыхание, и ты бежишь. Вот так и будет. Будет какое-то открытое второе дыхание в деле. Это, скорее всего, работа. Может быть, любая деятельность, где вы прилагаете силы для развития. Что еще ожидать? Что еще ожидать? Победа. Победа будет какая-то. Вы победите в треугольнике, получается. Либо победите над какой-то сложной ситуацией. У кого как, да, у кого реально тройка может обозначать само, сами треугольные отношения, у кого-то очень серьезную такую ситуацию, когда сердцу, ну, реально неприятно, больно, слезы, да, вот. И вы страдаете, потому что нет реализации вашим чувствам. Некому даже поплакаться вот как-то так. Нет родного человека рядышком. Что-то мешает постоянно в отношениях. Но ваша любовь, она как победит. На днях будет вот эта ситуация, когда вы просто-напросто победите. Шестерка, да, вот эта победная. И все благодаря вашей решительности. Хотя тут я вижу, какая-то дама есть. Ее могут показывать как и вас в решительном таком виде, так и другую даму, которая имела вот место, отношение к этим трем мечам в вашем сердце. Какая-то дама. Давайте рассмотрим эту ситуацию, потому что это касательно, я так понимаю, все-таки чувствов. Что здесь будет? Что будет в эти дни? Что будет в эти дни? Так, что-то здесь за стоп. А вы хотите остановить? То, что вы хотите остановить, остановить невозможно, потому что здесь человек вас любит. Он решил вкладывать и излечить ваше сердце. Или, возможно, здесь другой человек появляется. Появляется у вас. Но его почему-то не показывают. Вы все равно внутренне чувствуете, что вы любимый. Смотрите, ни одного мужчины не выпало, а об этом говорят. Что вы любимый. Идет какая-то даже поддержка, помощь со стороны человека. И вот видите, тут уже два человека в обнимку стоят. И поддержку эту чувствуют друг друга, поддержку чувствуют. Но был какой-то стоп, конец. Выход в энергии, единение, благополучие, любви. Пятерка мечей на дне колоды. Но тут какая-то борьба была очень жестокая. Девочки, у кого касается отношений, мне тут вот эти карты говорят, что это может быть действительно отношение с мужчиной. Когда вы были в неравной позиции с какой-то женщиной. Вот. Я здесь вижу, по десяточке мечей заканчивается сложный период. Вот. Ну тогда вот эти дни, это буквально задел будет на это. Об этом будут вам сообщать. Хорошо. Об этом будут сообщать. Значит сообщит, я так понимаю, главный человек для вас или же кто-то. Кто сообщит вам? Кто пришлет вам это сообщение? Мужчина пришлет. Посмотрите, какую позицию занимает. А что он по отношению к вам, как он будет действовать в эти три дня? Что он предлагает? По отношению к вам вы пентаклевая королева, вы его ценность. Он император, да, вот он чувствует себя императором. Может он и не император, там, а паш какой-то. Но неважно. Я главный, и я знаю, что ты для меня ценна. Вот так он будет действовать. Да, ну посмотрите, не все так сразу. Я пока что... Да, так нам и сказали, что не все в его силах. Не все в его силах. Первые вот эти вот дни, которые вы будете лицезреть этого императора перед собой, это будут шаги, это будут заявления о том, что я действую. Вот что-то будет такое, мои дорогие. Но видите как, тут все-таки выходит не совсем состоятельность мужчины в том, чтобы действовать окончательно. По пентаклевой королеве, скорее всего, там какая-то материальная поддержка будет для вас. Но подвешенный, что он говорит? Я жертва, да, я не могу слезть с этого дерева. Либо я стараюсь, да, это делать, но он будет стараться. Попажу, там все-таки какой-то шаг есть. Ну и что, тут влюбленный мужчина в выборе, да? Это вы или вы в выборе. Какой-то еще мужчина. А, девочки, да тут кто-то к вам еще, я так понимаю, имеет внимание, да, проявляет. Внимание проявляет какой-то мужчина. Хорошо, это хорошо. Так, а давайте конкретно посмотрим. Вот в сфере отношений с мужчиной загаданным, что будет? Вот одной картой, как бы нам объяснили, что это будет? Вот, ну а потом я, конечно же, больше посмотрю. С мужчиной загаданным, которого вы видите, наверное, да, либо каждый день, либо хотите видеть каждый день, в который вы влюблены, либо думаете о нем, давайте о нем посмотрим в эти пару дней. Девятка Пентаклей. Все-таки Пентаклевый аркан идет, Пентаклевая карта, которая говорит о материальном, чем-то материальном. Что-то вам будет, не знаю, угождать чем-то материальным. Может быть, действительно какие-то ухаживания в виде подарков, либо, ну тут больше о ценности, о материальном идет. Вот такая. Это, я вижу, что это с его стороны. Если не с его стороны, девочки, боже, прощайтесь с такими мужчинами, когда наоборот, да, вы видите, что он пытается тянуть деньги, но это как-то совсем неприродно. Довольно спокойно будет. В итоге будет довольно спокойно. Но сообщать что-то будет, да, с его стороны. Давайте еще немножечко посмотрим. То есть основная здесь тема, это все-таки материальная. Еще в отношениях, что... Да, более-менее, говорят, как было. Но на плюс, да, то есть в принципе все классно, говорит солнышко. Все хорошо. Все хорошо, борьба продолжается. Тихая, невидимая борьба какая-то идет, дорогие мои. Постепенно отношения переходят с какого-то одного берега на другой. Ладно. Смотрим. Давайте сферу... Сферу работы, занятости вашей, либо деятельности, любой другой. Та, которая приносит вам доход. Доход и самореализацию. Скорее всего так. Что там будет? А вы открываете что-то новенькое для себя и радостно впускаете это в свою жизнь. Вот это активная дамочка, вот это молодец, вот это вам нравится все. Смотрите, если бы вы захотели сменить работу или увидели какую-то новую перспективу, где-то отметили в кружочке новое предложение, идите. Просто смело идите, вам это будет нравиться. Если не с первого раза, да, то с какого-то раза вот такая активная женщина она найдет. И вам опять показано буквально движение во всех сферах. Какое-то движение должно быть, да. Где-то спокойное, где-то довольно активное оно должно быть. Отлично. Кто-то действительно открывает, может быть, новый магазин. Может, новое направление какое-то. Девчоночки, давайте, присоединяйтесь. Открываем новое направление. То, в чем вы ас и любите. Вперед. Так, что еще? Давайте смотреть. А давайте посмотрим, что принесет. Вот если кто-то, да, вот открывает что-то новенькое. Или переходит на новую работу. Открывает, может быть, новый бизнес. Так, помните, да, что смена будет сейчас вот на лунные периоды. Вы можете под них подстроиться. И, да, в принципе, активность ваша. Так, так, так. Да, время покажет. Вот какое-то время пройдет, и вы можете собирать урожай. Но ваша активность, видите, подтверждается более мужской позиции даже, да. Вам придется некоторые, а многие вопросы решать самостоятельно. Да, даже если у вас там большая команда. И вот как относиться к своему делу по-мужски. Да. А знаете, это как? Это когда не хочется делать что-то, но надо сидеть, садиться и делать. Вот это оно. Ну, и это принесет большой результат. Вы мечтаете об этом результате. Все будет хорошо. Так, что еще? Давайте еще посмотрим, будут ли другие какие-то мужчины, кроме того, кто в ваших мечтах и желаниях. Другие, абсолютно. Так, сила. Ну, вы будете притягательны для противоположного пола. Будут ли другие мужчины? Будут ли другие мужчины? Ну, вы как-то, знаете, сама себе слово держите. Нет, вы в трансформационном моменте. Если будут мужчины, ну, какое-то общение будет разве что словесное. Вы пока держитесь того места, да, от тех четырех пентаклей, да, которые у вас есть. Что это значит? То есть, скорее всего, это все-таки тот человек, о котором вы думаете пока что, да, вот в эти дни. Но и тут вы знаете, что ваша женская сила, она притягательно невероятна для всех мужчин, которые в вашем поле появляются. Я вижу, что идет на изменение, то есть, эта ситуация будет изменяться. И вот после периода загаданного вы сможете входить в другие какие-то энергии, потому что это все будет отходить. Видите, смерть будет отходить. Даже, если не будет, смотрите, если сами не пустите вот эту смену ситуации, оно вас, судьба заставит, да, то есть, включит какого-то человека в жизнь уже резче. Король, чаш, просто ворвется в вашу жизнь тогда. Ну что ж, это уже будем смотреть позднее. Мы смотрим три дня. Так, что еще посмотрим в эти три дня? Давайте взаимоотношения с близким кругом людей. Я посмотрю, все ли у нас пишется. Так, близкий круг людей, самые-самые близкие. Для кого-то это те люди, с которыми вы, может, проживаете, либо часто общаетесь. Это родные. Вот именно родные, не друзья, а родные. Посмотрим, что там. Детки у кого-то, да, что там. Так, да вот они, красавчики. Это люди, зависящие от вас. Вы для них учитель и проводник. О, ну, смотрите, если это мелкие какие-то пакости будут, я такое и вижу. Для кого-то это вот прям детвора, которая может просто что-то по мелочам пакостить. Вам придется включать некого наставника такого, да, который мудро, окольными путями, либо как-то наоборот, вперед проталкивая. Вы знаете, как настоящий по Радиславу Годнопасу, настоящий, как руководитель, да, самый настоящий, тот, который уже прям вот по иерофанту. Это тот, который не впереди идет и кричит, эгэгэй, за мной, а тот, который дает дорогу. Дорогу, дает дорогу, вот такой маленький урок сейчас, сори, кому это не нужно. Тот, который дает дорогу поколениям, которые идут за ним, да, вперед идти наоборот, то есть продвигая их таланты, а он идет уже сзади, просто смотря как и куда они идут. Вот так. В принципе, и принцип Монте-Сори, да, он такой же. Вот, девочки, мы такие все классные на словах, ну, в общем, смотрите, поддерживаем друг друга, и я думаю, что для тех, кого касается вот эта малыча, она сможет послушаться такого иерофанта, как вы. Стойким нужно быть, говорят, да, 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 потому что по пятерке мечей, ну, что же, это, знаете, хочу, вот что хочу, то и делаю. Видите, и тут еще мечевой паш у нас такой, взял меч, и я, говорит, я все знаю, что знаю, чего ты ко мне, вот, хочешь сейчас, что чему-то научить. Давайте еще маленький совет здесь. Апостроже, апостроже, говорят, нужно. Если у вас, ну, вы замужем, да, то здесь, конечно, включается мужская сила слова. Слово, мужская сила слова. Тут, если, допустим, не замужем девушка, тут такой комментарий могу сказать по этим картам. Это тактичное поведение, но очень такое серьезное, да, жесткая позиция, с одной стороны, но и как пример какого-то мужчины в нашей жизни. В принципе, найдете общий язык. Так, кто еще? Давайте так, мы с детикой учились, а вот если есть родители рядышком, посмотрим. А почему нет? Посмотрим все. Так, а что там за тайна какая-то? О, девчоночки, вы чего? Что у вас там с мамой, бабушкой, папой и остальные люди? Какая-то тайна, которая вас пугает или что-то там такое, или они что-то скрывают. Девчонки, это нужно что? Тяжело, тяжело какое-то общение, либо тяжело этим людям. Что вам? Так, совет вам. Вы не знаете, что с ним. Совет. Смотрите, семейный аркан выходит. Ну, что он обозначает? Семейный аркан обозначает единство рода, единство тех людей, которые в роду. Знайте это и действуйте, соответственно, так же, если хотите, да, соответственно тому, как здесь люди расположены. То есть тут взаимоуважение. Старые, да, они сидят, они лицезреют, как молодые, общаются. То есть тут такое уважение идет. Хорошо. Так, и я бы хотела посмотреть общую картиночку на эти несколько дней, 2-3 дня. Так, общая картинка. Общая картинка. Вы не видите какого-то шанса. Осторожно. Нужно его заметить. Это, возможно, связано с какой-то встречей. Прям встреча-шанс. За эти дни. Либо будет предложена такая вот возможность встретиться. Вот, идите на эту встречу. Это ваша шикарнейшая возможность. Посмотрите, выйти по императрице – это очень высокие энергии. Это и женщина-мать, и женщина в будущем, да, и женщина, которая содержит огромный бизнес. Причем это богатый бизнес, да, тот, который приносит доход. То есть или, или, или и все сразу. Вот какая-то встреча будет. Так, тут нужен совет. Вот, это то, о чем нам вначале говорили, мои дорогие. Да? Какой-то новый, может, человек или какая-то? Что это за встреча с кем? Давайте тогда вернемся туда. Что это за встреча? Вы сомневаетесь? Возможно, эта встреча где-то далеко нужно ехать, лететь. Вы сомневаетесь и вот сидите и просто отказываетесь от этой встречи. А эта встреча может быть кармической. Это может быть партнер по отношениям, партнер по бизнесу, кармический или же судьбоносный партнер. Но тут больше как судьбоносный. Совет. Чего делать? А чего не делать? А чего не делать? Так, что делать? Так, вы на пороге открытия дверей в свою мечту. Знаете, это чего не делать? Не прибедняться. Не отказываться. Не проходить мимо. Видите, как вот эти двое коллег, да, они проходят мимо шикарной возможности. Там есть открытые окна и светятся там. Они могут зайти в эту церковь или дом какой-то богатый. Попросить что-то. Общий совет. Вам предлагают, это нужно действовать. Едьте. Смотрите, тут или едьте, или идите. Двигайтесь. Двигайтесь. Общий совет. Ну, по рыцарю Пентакли, это все-таки движение есть, но здесь медленное движение. Медленно продвигайся. Вот так. Да. Ну, это твое. Это твой шанс отвоевать свое. Какой-то шанс. Девочки, вперед. Пару дней у нас. Дорогие мои, благодарю вас за присутствие здесь, за вашу энергетику, за ваши посылы добрые в комментариях, за ваши лайки, пальчики вверх, да, помните. Я благодарю также за финансовую поддержку, дорогие мои донаторы. Я чувствую и вижу каждого, буквально каждого. И желаю, чтобы вселенная это конвертировала в такую валюту, как добро, либо подарки. В общем, все, что вы хотите для себя, во много, во 100 крат умноженное. Спасибо вам за все. Самого вам наилучшего. Всего доброго. Пока-пока.